добрый вечер друзья начинаем наш вебинар по международным рынкам меня зовут дмитрий слепцов давайте пожалуйста проверим звук если все работает если вы видите экрана меня слышно то пожалуйста в чат поставьте плюсик и мы продолжим так все работает хорошо сейчас мы традиционно посмотрим индекс s&p 500 я уже посмотрел в комментариях интересные записи куда же все-таки пойдет s&p и вот мы сейчас посмотрим что он может нарисовать а сейчас в моменте картина очень даже не определенная и конечно же посмотрим акции и в первую очередь я покажу вам акции которые мы разбирали в прошлый раз и там вот у нас было определенная ну скажем так видение рынка до по конкретным компаниям и посмотрим что произошло с этими компаниями за текущую неделю потому что некоторые из них как раз реализовали то что мы ожидали какие-то не дошли до сигнала но в целом картина достаточно интересно так что давайте сначала посмотрим s&p а потом посмотрим конкретные акции которые мы уже разбирали я решил сделать таким образом потому что мы сможем в этом случае отследить динамику до этого мы как делали мы с вами брали какие-то компании отслеживали потом мы к ним возвращались ну там через месяц мы там может так посмотрим да что с ним произошло бывало так что и через два месяца посмотрим сейчас вот очень интересно именно проследить динамику в моменте то есть вот мы прошлый понедельник составили план что же мы имели к этому плану я надеюсь что вы ну по крайней мере дома просматриваете акции и ведете наблюдение за рынком да то есть учитесь у рынка итак посмотрим на и сын пи для начала смотрите что же у нас получилось вся прошлая неделя она пошла у нас восходящем движении и это в общем-то был такой бычий флаг я имею да не фигура бычий флаг а под флагом быков они прошагали полу стрит и вот смотрите по сути рынок отскочил от на первый взгляд непонятного уровня да то есть мы то его ожидали где мы его ожидали гораздо ниже то есть 1120 раз уж он заявил о том что собирается валится да тоже пускай валится конкретно и первые цели у нас был 1120 пунктов но смотрите как интересно получилось рынок развернулся практически середина вот этого канала который у нас образовался учитывая предыдущий флэт да вот здесь из этого канала он спокойненько выстрел наверх но я общем-то для себя что мы что отметил да что могу здесь сказать это то что вы еще раз поставили себе галочку я вот например все поставил да что в общем-то рынок никому ничего не должен и и он ведет себя так как ему хочется и мы если реагируем вот этот посыл рынка то мы можем реагировать гораздо более адекватно чем если мы будем надеяться что он пойдет там вверх или вниз и вот здесь мы таким образом отскочили и куда мы сейчас пришли и опять-таки пришли мы пока что в никуда на первый взгляд да то есть у нас был треугольник вот белыми линиями обозначена который отработался вниз пошел вниз и мы пошли сейчас снова восходящим движение и пока что максимум откуда мы пришли это вот это сопротивление вот здесь раз вот здесь у нас вторая . и вот здесь у нас 3 . то есть вот хвостиком рынок кольнул эту линию и отвалился и сейчас он находится посерединке да уже нового канала вот можно взять вот так линию провести еще одну по максимуму мы видим что рынок движется между уровнями вот самый нижний уровень где он четыре раза касался 1 2 3 4 да вот квадратиками обозначена дальше сверху он касался два раза в качестве сопротивления один раз вот здесь в качестве поддержки и теперь сформировал еще один уровень сверху провалился нарисовав опять-таки вот тут некий дополнительный уровень и вот сейчас он находится в середине почти все середине канала а вот образованного вот этими уровнями сейчас их вот так обозначу я думаю вы понимаете да каких уровнях идет речь а вот и не что же дальше дальше сейчас у нас период неопределенности да мы находимся в середине канала и учитывая что рынок уже эти конкретные уровни размазал он может пойти у нас в общем-то любую сторон как дотянуть до верхней границы 1290 также может отскочить и пойти ниже но вот я по крайней мере пока что для себя таким островком порядка вижу это нисходящий уровень вот нисходящий уровень до нисходящей линии тренда вот белого цвета и снизу у нас поддержка выступает вот этот уровень давайте я сейчас его обозначу таким вот цветом и сейчас вот это сопротивление она давит белая да вот это бордовая такая розовая линия поддержки у нас его поддерживает вот будет в принципе гармонично если мы на этой неделе постоим так плавно и потом а линию сопротивления пробьем то это будет хороший уход наверх вот если же это не происходит тогда мы будем двигаться нисходящем канале если уйдем ниже вот этой линии то дальше 1160 вот тот уровень собственно которому нас от которого он отскочил вот поэтому сейчас пока что вообще не очевидно да что сделает рынок и опереться можно только на сопротивление и на поддержку которую здесь формулировал кстати говоря если кто-то может быть видит какие-то более интересные идеи или кто-то видит например картину там стопроцентно бычу то можете в чат написать но только обосновав да и мы с вами и обсудим вот потому что в данном случае картина неопределенности и интересно было послушать кто как считает и почему именно так давайте посмотрим дальше доу джонс смотрите то же самое отскочили от некоего уровня причем уровень четко пока что не прослеживается но вот если брать эту историю до которой у нас есть вот есть поддержка здесь четко три раза мы от не отскакивали а вот здесь есть сопротивление вот таким вот образом и опять таки мы отскочив от этого сопротивления и двинувшись наверх находимся чуть выше середины этого канала вот и опять мы уперлись в линию сопротивлений вот то есть сейчас вот этот однодневный бар разворота конечно он нас не радует вот смотрите вот вот этот доджи еще их называют да вот он очень нас не радует потому что это линия сопротивления и разворот и он в принципе означает падение и вот именно по этой причине я говорю что на текущей неделе у нас может быть некий такой застой да и и движение вот у уровней ну посмотрим дальше nasdaq смотрите вот здесь у нас картиночка несколько иная но в принципе тоже прослеживаются уровне четко а вот провалился nasdaq до уровня отскочил от него и сейчас тоже приходит но движется верхней к верхней границе а вот этой оттолкнувшись от нижней границы поэтому пока у него есть бычий такой запал и он его сохраняем вот такая в целом ситуация и еще раз повторюсь если кто-то видит другую ситуацию пожалуйста напишите правда в чате я смотрю никто ничего не написал значит никто пока более четкую ситуацию не видит теперь давайте посмотрим по акциям начну и в прошлый раз разобрали некие компании это компании которые входили в индексы smp 500 который я посмотрел и в которых показались интересные некоторые идеи на вход и мы с вами подчеркнули что эти идеи в данном случае у нас именно больше такие противотрендовые потому что у нас много акций которые подходили к уровню и собираясь от него отскочить и вот мы на эту рынок опирались вот я покажу вам сейчас что получилось здесь акции у нас относительно немного я вам не до конца вчера акции в тот раз показал но пройдусь по основным вот и может быть еще дополнительными парочку возьмем смотрите вот на стикер и и алко мы эту акцию отметили уровнем поддержки вот тут посмотреть что сформировалось за предыдущую неделю ну вот в смысле за прошедшую до которая уже прошла вот у нас есть уровень мы этот желтый уровень с вами отметили в качестве поддержки и обратили на него внимание как уровень от которого можно сработать на отскок или на отбой от этого уровня почему потому что во первых сильная поддержка по дневному графику во вторых у нас еще возникает дивергенция причем двойная вот именно по этой причине мы обратили внимание на эту акцию посмотрите вот первый раз а цена пришла к этому уровню вот здесь вот мы провалились отскочили и вот первый отскок был не очевиден вот в этой точке в каком плане очевиден в том плане что мы не видели эту туре и потому что его еще просто-напросто не было теперь когда он появился у нас есть дивергенция и дальше вот этот желтый уровень у нас снова появляется но вернее уже мы его видим да и ждем подтверждения и здесь у нас диверок продолжается уже то есть серийная дивергенция у нас у этого уровня и вот в принципе мы видим что до произошел отскок а по-хорошему четкий сигнал на отскок появляется только сейчас если мы посмотрим да а то вот два дня назад у нас появился сигнал и вот четкий отскок просматривается именно сейчас то есть по-хорошему если занимать долгосрочную позицию то именно в данный момент вот если вы крупный фонда фонд рассматривает ситуацию на вход и сейчас точки зрения того что мы рассматривали ничего не поменялось единственное что если мы с вами заходили там по среднестрочным графикам может быть часовым то возможно мы зашли бы там день кабы на два пораньше вот но сейчас пока ситуация вот такая то есть отскок состоялся но он пока не сильный но при этом дивергенция усиливается сейчас дает долгосрочный вход обязательно посмотрим эту акцию еще чуть позже отследим этот вход для того чтобы мы те акции которые отбираем могли отслеживать ну скажем так во неком неком развитии в некой динамике дальше и и и тикер смотрите вот компании мы нарисовали уровень сопротивления а вот в этой точке дальше турни сопротивления перешел в уровень поддержки что здесь сопротивление вот здесь у нас поддержка вот здесь снова возникает это поддержка этот уровень да и вот как раз а мы рассчитывали на отскок или отбой от этого уровня и по сути вот как у нас там 25 20 28-го у нас был вебинар да вот 28 в 5 часов у нас был вебинар а 28 в этот же день вечером ну то есть вот уже в 12 ночи появляется сигнал на отскок по сути краткосрочное движение здесь было реализовано смотрите рынок что сделал вот там и провели вебинар отожда леди порождали этот день да и в конце у нас видно что свечки зеленые возникает . на вход и цель у нас какая-то естественно движение наверх первая цель это краткосрочная вот этот уровень сопротивления рынок до него доходит уходит выше а потом его так вот жестко сливают и вот сейчас фактически мы уже видим что по этой акции у нас а сигнала на лонг нету а то есть вот если бы если вы отслеживали эту акцию в течение недели то вот увидели это движение и единственный шанс конечно не поучаствовать был это вход в понедельник и выход вот уже 30 до то есть по цели а либо вот на этом обвале вас уже там остопило бы где-то да вот то есть сейчас у нас по акции появляется разворот сигнал на разворот и ее уже покупать нельзя все вот единственные три дня среднесрочные у нас здесь были вот так по дневному графику мы посмотрели отбой от этого уровня да и наш план в течение трех дней мог бы быть реализован в плюс так что тоже себе память и как-то картиночку вот я вам рекомендовал бы делать скриншоты да если вы там ну так скажем серьезно этим занимаетесь то есть вот момент принятия решения и уже что произошло после этого решения а поскольку происходит такая вещь что ну как бы все классно видно когда уже все закончилось да когда мы сейчас видим вот здесь он был купить здесь нам был продать поэтому всегда нужно закрывать как бы правую часть графика и представлять что вы естественно не видите эту правую часть дают и рассуждать чтобы я видел вот здесь там отскок бы здесь был бы или там я подождал бы ли я не зашел выдато еще вот как можно более рационально и нет привзято отслеживать вот этот инструменты данную компанию так дальше и и смотрите то же самое вот у нас есть уровень мы его позначили вот здесь он был сопротивлением сейчас я вот его нарисую вот нас здесь уровень был сопротивлением дальше вот здесь он становится поддержкой мы его нарисовали дальше мы нарисовали вот это сопротивление сказали что это у нас цель определенная да вот и опять-таки 28 11 рынок у нас показывает отскок от этого уровня и от опять-таки как по и и и у нас три дня 4 там ладно 4 5 день тоже в принципе он был у нас движением уровня но вот фиксация уровня уже происходило вот то есть движение от уровня к уровню состоялась а здесь какой подводный камень какой я ну скажем так подвох да вот то есть мы понимаем что сейчас уже все видно а где бы здесь мог быть подвох если мы торгуем поднимым графиком и не заглядываем на часовой график например да то мы просто могли эту сделку отфильтровать по риск-менеджмента то есть вот в этой точке у нас присутствует потенциальный вход да при этом поднимому графику стоп у нас находится ниже минимума вот здесь получается что мы готовы рискнуть определенной величиной мы и вот так обозначим на вот а заработать мы готовы в принципе чуть больше этой величины то есть один к одному и поднимому графику здесь подвох да то есть вряд ли мы эту сделку брали бы вот в расчет на то есть если бы рынок закрылся чуть ниже но то есть отскочил от уровня но не с таким соотношением риск-прибыль то могли бы ее взять а так мы не можем ее взять это по дневному графику а если у нас будет часовой график вот когда я сказал да что подвох в чем потому что вы могли эту акцию отследить только если например заходили там по часовому графику вот то есть если у вас она не отфильтровалась к примеру вот вы видите уровень вот нас 28 если торгуете по часовому то может быть да вы тогда заходили вот ну либо в конце дня вот здесь да тогда у вас в качестве стопа будет выступать вот этот минимум ну или в крайнем случае минимум дня вот здесь и тогда у вас сделка проходит через фильтр риск-прибыль да то есть вот у вас такой стоп-лосс и потенциально вот учитываю такой стоп-лосс вы можете заработать вот такую прибыль вот в этом случае у нас уже нормальное соотношение можно было заходить но это в том случае если вы сочетаете дневной часовой график сразу с подвохами но с подвохами вам рассказываю чтобы вы потом не говорили что мы это не рассматривали не знаю как действовать в рамках совмещения масштабов то есть мы с вами должны понимать что риск прибыли мы должны выдерживать а иначе мы играем с вами в игру где один к одному нам абсолютно не выгодно вот смотрите далее и айджи или а и г как ее еще называют смотрите какая интересная ситуация она находится в диком нисходящем тренде привыкла ваше внимание по той же причине что и эй 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 у нас идет движение идет дивергенция уровня и потом идет отскок да вот смотрите здесь у нас получилось очень здорово вот у нас движение наверх движение вниз и опять-таки двадцать восьмого вот мы видим сигнал на вход и даже по дневному графику этот отскок у нас реализовался то есть вот двадцать восьмого в понедельник там 12 ночи ну к часу ночи по сути да но если вы для нас брать за одну вечер до закрытие это вот 12 ночи мы уже там поэтому большинство трейдеров готовится спать не сидят до часу до двух да вот и вот здесь 12 мы видим закрытие в этой области да и здесь у нас стоп по ай ай джи ну естественно под минимум и тут получается что стоп у нас вот такой правильно а риск а прибыли вернее у нас получается вот такая то есть у нас по прибыли раз два три один к трем мы вписываемся то есть один убыток да у нас он но вернее одна прибыль она содержит три убытка и эта сделка проходит наш контроль над капиталом риск менеджмент и вот это была в общем-то интересная сделка причем даже следующий день 29 у нас рынок все еще находился здесь и потом пошло движение наверх и сейчас мы не достигли цели еще да то есть вот если кто-то из вас заходил в эту акцию то у вас цель еще не достигнет то что сейчас целесообразно сделать это переставить стоп без убыток то есть уже вот отсюда не надо отдавать рынку деньги даты чтобы потеряли и в общем-то наверх хорошая цель так что эй а и джи очень даже классно отработалась мы еще потом вернемся к этим компаниям чтобы посмотреть их более детальную картину достигли они цели и айви смотрите та же самая ситуация шикарная вот специально я не убирал построение вот у нас здесь дивергенция которую мы с вами начали рисовать да но теперь я могу и уже почечен рисовать и вот у нас цена подошла к этому уровню и вот смотрите а мы с вами когда 28 проводили в бинар еще вот этой красной свечки не было да и вот этой красной не было и вот зеленый только отскок вот здесь наступил вот здесь поднимному графику она у нас выдерживает риск-менеджмент только если целью у нас становится 27 долларов но чем не менее это как раз полноценный отскок в общем то ситуация которую мы ожидали вот здесь можно уже вот так нарисовать дивергенция полноценный отскок от уровня с ходом вот здесь и целью здесь 27 если цель у вас 20 ну 23 да там с половиной то в эту компанию уже нельзя заходить потому что у нас риск-менеджмент не пропускает данную сделку так что тоже хорошая очень ситуация интересная отскок состоялся по дивергенции мы с вами только сейчас видим ход то есть сигнал качестве очень интересно будет посмотреть показать вам развитие событий уже далее так и вот то же самое мы видели с вами отскок мы видели 28 что цена закрылась выше здесь у нас буквально один к двум до соотношения риск-прибыль если с моего с вами вот так возьмем вот у нас вот такой вот риск и один к двум там у нас буквально выполнять то есть тут заходит трейдеры которые ну так скажем берут сделки не только соотношение риска один к трем но которые позволяют себе брать с меньшим соотношением то есть один к двум там полтора и так далее вот поэтому здесь тоже отскок был хороший причем с гэпом и сейчас он состоялся и общем-то продолжение движения ожидается вот к уровню там порядка 41 доллара так цена помню находится в большом флете который в принципе развивается ну так скажем в рамках глобального восходящего тренда поэтому лунговое направление здесь у нас был приоритетным акция очень здорово нарисовал два уровня один вот здесь который подальше да вот от этих двух минимумов один поближе вот здесь то есть такие прям шахматном порядке уровне и очень красивый флэт то есть прям шикарные как учебники тоже очень интересная компания пометьте себе вот и вот и уай помните с вами разбирали у нас есть сильный уровень вот здесь там 25 долларов один раз мы за него проваливались вот здесь но в принципе компания движется в глобальном мега флэте очень таком интересном глобальном мега флэте и вот сейчас она уже подходит к цели а помните мы сказали что если она закрепится за этим уровнем вот я даже эти уровни не двигал да вот если вы посмотрите если у кого там сохраняются если вы видели или в записи можете посмотреть что мы эти уровни не двигали он просто как вот поставили их так они и есть вот и нам нужно было закрытие выше этого уровня и закрытие выше этого уровня произошло 28 28 вечером мы закрылись за этим уровнем сформировав сигнал на покупку вот и после этого смотрите четыре дня акция зеленые бары ну или свечки и мы с вами видим что вот здесь сигнал по дневному графику на вход стоп у нас вот здесь ниже минимума до проверяем соотношение риск доходность у нас какое вот риск раз два примерно два с половиной примерно два с половиной это то что мы в принципе можем себе позволить по риск менеджменту и плюс у нас все возникает такая длинная тягущая дивергенция вот тоже хорошее движение как вы видите используем дневной график я вам уже давно утверждал о том что дневные графики на америке более чем достаточно то есть если вы где-то пропустите сделку по причине того что вы не смотрите часовой и не смотрите пятиминутку то в общем ничего страшного потому что дневные графиках вам вполне будет хватать если сделка не проходит риск доходный значит отложите ее вам не нужно за не гнаться нужно посмотреть другие акции где будет более удачное соотношение риск доходность и vp следующая сделка мы здесь сказали что у нас глобально но она так скорее как образовательная до акция то есть как она отскочила провалилась она движется в нисходящем движении здесь сигналов никаких не было это я вам его по-моему показывал чтобы показать какой должен быть отскок от уровня поддержки чтобы мы брали шорт до рассматривали ситуацию на шорт вот это четкое движение но здесь на пятки здесь она скорее показывает нам четкий шорт нежели лонг да ты смотрите она вообще очень классно продолжает двигаться в таком нисходящем канале то есть она очень даже на шорт смотрится но это как бы уже любители я бы сейчас не ничего не делала она очень такая страшненькая ситуация непонятно абсолютно бейси банков америка смотрите здесь очень шикарная ситуация развивается во первых вы видели вот эту диургенцию до по дневному графику у нас рынок проваливается ниже а вот здесь формирует 5 долларов я не помню говорил ли я вам на том семинаре но у меня вот например в домашке написано да вот отскок 5 долларов не помню называл я вам цифру про 5 долларов прошлый вебинар но тем не менее вот посмотрите именно предметом сейчас наших взоров станет 5 долларов вот смотрите вот этот уровень вот нам но чуть-чуть мы не дошли да есть вот 5 долларов там 15 центов до скорее вот именно о нем мы говори говорили вот у нас было здесь первый минимум там даже дивергенцию нас начала появляться и вот сейчас на текущей неделе рынок провалился но тоже к этому же уровню и отскочил 5 долларов 15 центов у нас формируется отскок только сейчас появился сигнал который в принципе даже усилился вот и сейчас по данной акции но если брать контур тренд до торговлю от уровней на отскок он же отбой от уровня здесь стопроцентная лонговая ситуация вот стопроцентно смотрите вот мы привалили сюда вниз отскочили и снова сейчас отваливаемся то есть вот учитывая диверок который теперь у нас уже более четкий вот такой да учитывая уровень от этой поддержки мы с вами находимся уже в очень красивом отскоке посмотрим что дальше будет но вот банков америку он конечно сейчас по диверу по дневному графику очень серьезно отскок он опять 14 опять 15 долларов уже 560 доллара да он уже там 40 центов он прошел там почти 10 процентов то есть в общем уже у него волатильность приличная если брать в процентах bx но компания которая вывалилась из шорта да она пошла вниз вот она у нас была кандидатом на шорт но этот шорт не реализовался она просто тупо пошла наверх вот и вот если уж я на шорты говорить то у нее сейчас шорт рисуется да то есть вот у меня она под флагом шорта здесь помечено что потенциально может быть да и вот и дикий отскок вот к этому уровню только сейчас ее в общем-то на шорт привел вот смотрите три раза она билась на почти не доходила 45 участка этому же уровню пришла и отвалила ты сейчас она скорее такая шортовая вот с целью это вот нижнюю турнику она приходила да то есть там ну порядка можно взять не совсем не из да где-то вот здесь там грубо говоря там сорок три в смысле сорок восемь я думаю там ну и примерно двадцать вот то есть где-то может быть вот здесь вот здесь так это bx ну и стоп естественно у нас за уровнем вот здесь так так это за уровнем вот этот сверху далее биг смотрите какая интересная ситуация акция давала нам лонг ну то есть потенциально но потом этот лонг отменила вот этим здоровым гэпом вот так мы смотрели 28 у нас был вебинар вот сейчас у нас идет отскок да был вернее отскок цель она не выполнила вот цель она не выполнил до сюда не дошла и с гэпом отвалилась обратно к этому уровню и сейчас она нам не интересна то есть она уже не реализовав цель отвалилась пришла к этому уровню да уже реализует ну по крайней мере показывает фигуру не удашься размах и в лонг она нам больше не интересна хотя вот до этого момента у нее была просто шикарная картина на лонг если вот не последний вот этот гэп с отвалом вниз так что вот биг он у нас уходит вообще в небытие пока и больше нам не интересен так сейчас по-моему я еще в тот раз показывал несколько акций BR7 у нас был шорт потенциально у нас был шорт который реализуется только сейчас вот смотрите четыре раза мы бились в этот уровень а сейчас мы подошли опять к этому уровню вот с этой стороны вот здесь отваливаемся и вот только сейчас появляется сигнал на шорт все тундируем топтался топтался вот только сейчас он дает на шорт вот ну потенциально мы здесь сейчас отметим себе сигнал да у нас стоп достаточно приличный ну вот этот уровень у нас шортовой сигнал а вот здесь стоп и тейк профит у нас получается вот этот желтый уровень ниже там примерно два с половиной у нас цель ну и cof я вам показывал не помню сейчас покажу да пять раз акция билась в данный уровень раз два три четыре пять а но мы ее ждали и она сюда не пришла видите вот к данному уровню мы ждали что она обвалится но как смп она вот сюда не провалилась и в общем то она тоже уходит из нашего списка потому что не пришла туда куда мы ее ждем и уже не придет в том варианте в котором мы ее ждали вот таким вот образом я вам показал акции давайте посмотрю какие тут у вас вопросы накопились если какие то вопросы есть можете спрашивать так волнует как я понимаю компания apple apple посмотрите apple а точно так же отскочил от уровня поддержки вот у нас был один уровень такой же шахматном порядке масло здесь есть еще один уровень вот вот к нему пришли 28 мы также отскочили от этого уровня и и теперь направляемся вот к этому сопротивлению вот она вот здесь ну порядка там четырехсот трех там ну четырехсот пяти четырехсот десяти даже долларов вот и здесь у нас тоже будет сопротивление пока мы находимся в отскоке то есть если вы в него заходили то пока можно подержать если же вы не заходили то сейчас в середине канала уже заходить поздно вот но пока что в apple восходящая тенденция вот он очень живо реагирует на эти рыночные выбросы и движется синхронно с рынком а вот дальше intel был отскок от уровня пришли к верхней границе вот этого сопротивления вот здесь и сейчас тоже заходить уже мы не можем потому что пошли почти подошли к верхнему диапазону и точки входа у нас здесь нет то есть отскок уже был опять-таки 28 но даже риск менеджмент у нас не проходил то есть сделка бы не прошла а по риск менеджментом и в общем то мы не стали бы заходить панасоник панасоник нисходящий тренд очень большие гепы вообще не советовал бы связываться с этой компанией то есть тут ничего интересного так яндекс всех интересует яндекс очень хорош яндекс гораздо сейчас дешевле чем на размещение то есть те кто по 35 взяли молодцы но сейчас яндекс стоит уже 20 почти да ну то есть 20 там 21 20 с половиной то есть он сейчас стоит гораздо дешевле чем на размещении а вот у него тоже прошел отскок от уровня он почти сформировал двойное дно ну такой четко да то есть у него немножко больше не удавшийся размах как бы вышло да и возможно да возможно он покажет восходящий тренд хороший сейчас он вот это сопротивление пока не преодолел да у него вот такая ситуация неопределенная но если преодолеет он открывает движение в лог так типичный вопрос про терминал сейчас напишу что терминал ссылочку скину так будет ли вебинар для начинающих как начать торговать на нью-йоркской фондовой бирже да пока не уверен пока нет наверное не будет пока вы можете прийти вот только на вебинар который такой обзорный да у нас и плюс вот эти вот в пять часов обзорчики по конкретной акции так дальше вопрос какие критерии по отбору акций но здесь могут совершенно быть разные критерии критерии могут совершенно разные в зависимости от того что вы ищете на рынке то есть это может быть обновление максимумов если вы ищете восходящий тренд там обновление минимумов и слишком исходящий тренд это может быть там пересечение каких-нибудь линий уровне арыса если у пары сайта будет то есть в принципе критерий достаточно много но я обязательно фильтруя объем ставлю ликвидные акции там больше миллиона акций в день то есть чтобы понимать что это ликвидные инструменты в мае критерии значит я ставлю объем 10 миллионов вернее 1 миллион акций потом я люблю смотреть new high new low обязательно люблю смотреть отвалы от хаев от лоу то есть например акции достигшая хая да и там упавшая на например там пять и более процентов а люблю смотреть также пересечение средних допустим там акция выше 200 дневный средний выше там 50 дневный средний вот и тоже от всякие отвалы от хаев то есть я в принципе ну так скажем никаких хитрых там таких способов не применяю просто смотрю стандартные вещи и дальше уже практика ваша заключается в том что вы эти акции просматриваете и ищите точки входа да то есть нужно перелопатить просто кучу акций и вот набить руку набить глаз и вы будете понимать вот где какие акции что вам могут принести где-то вы будете ошибаться где-то будете правы вот сударь из менеджмента будете выходить в плюс то здесь не такого что есть какие-то универсальные критерии которые всем подходят и всех работают критерия это скорее ну скажем так это помощь да то есть вы вы просто фильтруете что-то например торгуете восходящий тренд взяли акции которые достигли нового максимума а дальше уже вручную их просматриваете где там нормальная ситуация то есть робот он не видит да ситуацию это вы видите он просто он говорит вот эти акции которые чисто там математически достигли х а вот и все так про вебинар для начинающих пропустил человек пишет но могу еще раз повторить пока вебинары начинающих это вот тот который называется от адидас до макдональдс инвестируем глобально которые вот завтра пять часов по-моему будет проходить так hd давайте посмотрим в лонг hd в лонг да hd в лонг смотрится причем она классические критерии обновления максимума без проблем вот другое дело что вам должно быть психологически это комфортно не всем комфортно покупать на таких уровнях но с точки зрения тренда hd она конечно обновления х и безусловно но лениха и безусловно восходящий тренд безусловно лонг вот но единственно что помните обязательно соблюдать риск потому что если вы будете покупать растущие акции несколько риск-менеджмента вы можете угореть когда они с гэпом там вниз провалится и вы не соблюдай риск много потеряете вот поэтому это обязательно помните вопрос америка технично не россии но она техничная в каком плане в том плане что вы всегда можете найти акции которые в данный момент ведут себя технично то есть если на российском рынке вы например открыли газпром и если он не техничен то вы открыли сбербанк если он не техничного открыли лукойл там норникель и чего-нибудь еще там 30 акций мы посмотрели если там техничного ничего нет то вам приходится с этим согласиться и отдыхать правильно она америке просто всегда есть что-то что технично поэтому в этом плане можно сказать что америке техничная она просто с точки зрения выбора больше там можно себя найти то что вам сейчас понятно в моменте нужен ли отдельный счет для торговли на америке да для торговли на америке нужно отдельный счет и процедура такая же как и открытие на российском на российском рынке счет распоряжайте финам говорит что он в отдел международных рынков что вы хотите открыть счет для торговли на миниорфской фондовой биржи на насдаке то есть на американских площадках акций интернет вам откроют счет и все вот из особенностей комиссии но комиссии давайте так простом если то один цен за акцию там комиссию следующим образом купили 100 акций заплатили доллар купили 200 акций заплатили 2 доллара купили 300 акций заплатили 3 доллара то есть вот один цен за акцию на зависимости от вашего тарифа может быть там если вы подключаетесь там конституционное управление там будет больше комиссии но в целом ориентируйтесь примерно вот настолько новости я не просматриваю новости меня абсолютно интересуют размер начального депозита технически это три тысячи долларов вот рекомендуемый но в принципе там пять тысяч долларов чтобы потренироваться вполне хватит там без фанатизма да это если у вас как бы у каждого человека свои представления но чисто технически если вы там будете среднесрочно торговать то 5 5 10 долларов выше крыши для тренировки хватит плечи значит следующие 11 к двум через ночь 14 внутри дня можно открыть счет учебный вот вопрос да вам нужно просто позвонить в отдел международных рынков ну то есть вы просто звоните финам говорите переключить пожалуйста на отдел международных рынков вас переключает вы говорите что вы хотите потестировать rocks но я вам добавочно сказать там 40 и 38 и вам демку скинуть можно будет потестировать смотреть вот и все так что вполне да можно ну в общем то на все вопросы вроде ответил а нет не на все так вот еще у нас тут так а можно ли по индексу сопротивления так сейчас сопротивление посмотрим так спикс смотри здесь очень просто если вы там попозже подключились то сопротивление вот они вот важное сопротивление у нас вот эта белая линия вот надо этот наклонный то есть куда мы сейчас пришли это важно сопротивление дальше у нас идет сопротивление до предыдущей максимума это голубенькая линия вот те сопротивления которые сейчас есть рынок отвалился нарисовал этот однодневный разворот что сейчас для нас не позитив да то есть вот скорее так вниз он смотрит вот если он будет зажат вот этим уровнем сопротивления белом и вот этим розовым поддержкой да эту неделю будет зажать и выстрелит наверх будет шикарно так что пока сопротивление это белое наклонное сопротивление и голубая линия то есть горизонтальное сопротивление так плюс полтора процента гэп не вверх но можем гэп ну да можем если гэп не ну то мы просто закроемся выше этого уровня и да это будет означать что открывается дорога наверх то есть любое любое пробитие этого уровня это будет классно это будет хороший позитивный сигнал так что сейчас народ смотрит по бычье да вот то есть есть некая останавливающий фактор в виде сопротивления но вообще бычье настроение ну все хорошо друзья давайте на этом закончим традиционно желаю вам успешной торговли и конечно же включайте мировые рынки американский рынок включайте в область своих интересов и расширяйте границы вашего трейдинга на этом все с вами был дмитрий слепцов пока 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 пока